У нас связь. Подсказывает мне режиссер, что у нас есть связь. Мухтар Аблязов с нами на прямой связи, предприниматель, политик. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вот просьба от режиссера. Можно было бы вас попросить в горизонтальное положение развернуть телефон, потому что у нас... Горизонтальное положение. Так. Тогда мне сейчас придется всякие движения сделать, все будет происходить в эфире. Да, ну мы можем как раз подождать несколько секунд, потому что да, чтобы картинка была полной. Я также напомню, что вы можете задавать свои вопросы, это я уже обращаюсь к зрителям, задавайте вопросы в том числе нашим гостям напрямую с помощью WhatsApp, Viber, Telegram и телефона. Еще раз повторю, номер телефона есть в описании к видео, ну и появится у нас на экране в ближайшие секунды. Да. Мухтар Аблязов, предприниматель, политик у нас на прямой связи. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Давайте начнем с экономики, потому что много говорят о санкциях, много говорят о воздействии санкций на Российскую Федерацию. В том числе говорят о том, что Казахстан помогал обходить санкции России. Насколько, во-первых, это справедливый упрек и какова, на ваш взгляд, ситуация в данный момент? По Казахстану вообще для меня это звучит странно, такой вопрос, потому что и этот год, и весь прошлый год в западные СМИ опубликовали масса фактов, как Казахстан помогает Путину обходить санкции. И я хочу сказать, мы тоже приложили свою руку, сделали свой вклад. Я весь прошлый год, более полугода выступал на украинских каналах, предоставил гигантское количество фактов, не просто слов, фактов. Длинные, многокилометровые очереди траки, отчеты по таможенной статистике, официальную статистику. Опубликовано 6 отчетов. 6 отчетов прямо с цифрами, с деталями, какого типа грузы именно для ракет, для управления умными ракетами и так далее. То есть многомиллиардная помощь, покупка Сбербанка России в Казахстане, платежные системы, различные карты. Это просто гигантский масштаб, и весь прошлый год я активно выступал и показывал. И тем не менее, я вижу, что украинские средства масс информации, знаете, такая какая-то спасительная соломинка все время звучит. Что называется, показываешь реальность, они охают, через день-два находят какой-то новый повод сказать, что нет, Токаев всадил нож в спину Путина. Потом показываешь факт, они его проклинают, Токаева говорят, сволочь, предатель. Потом какое-то очередное действие, обманка. О, он, значит, плюнул в очередной раз Путину. Вот так, к сожалению, все это выглядит, потому что первый раз, когда в июне 2022 года Токаев сказал, что мы не признаем ДНР и ЛНР в присутствии Путина в экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Это было столько восторгов. И нож, и кинжал, и вкрутил ему спину и так далее. А потом, когда мы непрерывно выпускали эти отчеты, показывали, что это ложь, что это все делается для того, чтобы Казахстан выполнил роль задней двери, через которую втаскиваются различные санкционные товары, нам все время говорили, что Казахстан якобы балансирует между Китаем и Россией, якобы на самом деле Путин ползает перед Китаем, а Казахстан балансирует между Китаем и Россией. Вот недавно я видел Портников, очередную ерунду всякую в эфире озвучил о том, что я, к сожалению, вынужден жестко это говорить, потому что я полгода это непрерывно показывал, доказывал, писал в администрацию Зеленского. К сожалению, после того, как я перестал такие публикации делать, снова появились публикации о том, что якобы Казахстан пошел какой-то другой стороной. Якобы вот Казахстан сейчас заявил, что в БРИКС вступать не будет, и очередная радость, что якобы Казахстан пошел другой дорогой, просто он вынужден балансировать. Это все ложь. Казахстан и член Евразийского Союза. И вот сейчас российские средства массовой информации уже объявили, что для покрытия проблем в авиации России, а у них сейчас самолеты испытывают разные проблемы в связи с тем, что не поступают запасные части и так далее, внутренняя потребность предполагается покрыть силами авиационных ресурсов Казахстана. То есть фактически Казахстан будет брать большее количество лизинговой техники западной, потому что не под санкциями, и осуществлять внутренние перевозки внутри России. Это фактически будут летать российские летчики под крылом, под флагом Казахстана, как собственно сейчас перевозка танкерного различного флота под разными международными флагами, а в реальности перегоняет российскую нефть. Это вот такой вот прием. Поэтому меня, конечно, это огорчает и раздражает то, что очевидная вещь, уже миллион уже отчетов доказать фактов, и тем не менее такие фразы звучат, что а вот Казахстан оказывается другой. Хотя там же есть очень простые вещи. Волки — это волки, тигры — это тигры, зайцы — это зайцы, если перейти на другой аналог. Казахстан — это диктаторская страна. В январе 1922 года произошел массовый расстрел мирных митингов и помогал это всё делать Путин вместе, скажем, с вассалом, президентом Белоруссии Лукашенко и другими центрально-азиатскими государствами. А если это так, то есть все повадки и поведения идентичны, одинаковы. Это одна группа авторитарных стран под зонтиком так называемого евразийского сообщества. Это одна бандитская группа, которая сейчас увеличивается, объединяется. Некий ШОС, куда входит Китай, Иран, который активно поставляет различную военную технику России. И это они не могут по-другому себя вести, в том числе и Казахстан, кроме как участвовать в этой группировке. Это же очевидная вещь. Это, вот я говорю, волки, волки, тигры, тигры, зайцы — это зайцы. Это же просто. Это квадроберы. И когда вот всё в одну кучу валить, это просто смешно. Ну, это такие политические квадроберы как раз уместные аналогии сейчас, как мне кажется. Ну, может быть так, да. Может быть так, да. Ну, кстати, выход на Азию, потому что складывается впечатление, что Путину удается договариваться с рядом азиатских стран. КНДР заявила о том, что... Точнее, разведка Южной Кореи сообщает о том, что КНДР собирается отправить тысячи своих солдат в Украину на стороне России. Что происходит вообще в азиатском регионе в этом смысле и насколько сильны позиции у России? Россия делает, двигается многомерно. Многомерно в каком смысле? Во-первых, она разжигает глобальные конфликты. Я имею в виду в том числе там на Востоке. Я имею в виду в Востоке — это Израиль, это Иран. Это различные военные группировки типа Хезбуллах. Хезбуллах, где вооружает и передает военные технологии Ирану и так далее. Такую глобальную войну, чтобы это отвлекало и уменьшало возможности западных сил помогать Украине. Чтобы они, скажем, участвовали еще в других конфликтах. Собственно, Северная Корея, она этой цели и преследует. Потому что сейчас северокорейцы где-то дороги разрывают между Северной и Южной Кореей, трясут оружием. Объявляют, что они ударят по Южной Корее. И Южная Корея вынуждена усиливать свои военные возможности, финансироваться. И американцы там должны усиливаться. Это глобальная часть, которую делает Путин. Вторая — это внутреннее укрепление. Это объединение типа взаимодействия экономически и военными со странами Центральной Азии, с Ираном, с той же Индией, с Китаем. Для чего? Для того, чтобы усилить собственные возможности. Ну, мы и все прекрасно знаем, что Путин использует не просто северокорейцев, а именно представителей Центральной Азии и на различные работы военные, и также в том числе и отправляет их на войну. И очевидно, что у него в этом смысле ресурсы значительные, я бы даже сказал, безграничные, потому что в Центральной Азии живёт 70 миллионов человек. Гражданство из Центральной Азии, в большей степени Таджикистан и Узбекистан, и частично Кыргызстан где-то, около 8 миллионов человек получили гражданство в России. И поэтому очевидно, что для него мобилизовать внутри России и представители из Центральной Азии, которые получили там гражданство, и плюс по контракту, скажем, привезти из Таджикистана или тех же использовать таджики, которые сейчас работают, минимум 2 миллиона по самой России, полмиллиона вообще не проблема для Путина, а для Украины проблема. Поэтому здесь идёт, скажем, многомерная борьба. То есть вот сейчас прошла информация, что 12 тысяч северокорейцев якобы готовит и перебрасывает в Украину. Пойцы они, конечно, никакие. Там переводчиков не хватит, чтобы ими правильно управлять. И понятно, что от этого никакого толка не будет с точки зрения эффективности. Но другой вопрос в том, что это сформирует напряжение. Напряжение между Южной и Северной Кореей. Напряжение то, что придётся часть ресурсов военного тратить на возможное абсурдное, а это потенциально возможно, скажем, нападение или создание какого-то локального конфликта со стороны Ким Чен-Ина. Вот это всё он везде, вот эти очаги создаёт, чтобы Запад боялся глобальной войны и ослабил свою возможность с помощью Украины. И вот тактика понятна. Он в Африке также действует. И вот именно против Израиля везде. Вот поэтому здесь это нужно ясно понимать, для чего и почему он делает, и, соответственно, принимать контрмеры. А вот ситуация в Северной Корее и вокруг Северной и Южной Кореи, потому что Северная Корея взорвала все дороги, которые ведут к НДР. И это тоже такой элемент эскалации. Это всё в рамках вот этой концепции сотрудничества с Путиным? Или это просто своя отдельная история? Нет, это, конечно, фактически формируется единая политика. Между КНДР и Россией подписан договор. Фактически вот сейчас, насколько я знаю, в ближайшее время будет артифицировано в парламенте, когда в случае нападения одной страны на другую будет оказана обязательно военная помощь. И таким образом Южной Корее даётся сигнал, что скоро, когда Северная Корея, если начнёт, скажем, конфликт, имейте в виду, что за ними будет стоять Россия. Это прямой сигнал Америки, всему западному миру, что вот мы сейчас здесь можем разжечь. Но я, честно скажу, не очень верю, что Северная Корея в состоянии какие-то военные действия сделать. Ну, локальные провокации, безусловно, будут. Я думаю, что для текущей ситуации этого немало. Вот для текущей ситуации. Поэтому я не верю, что война будет, но то, что ресурсы какие-то отвлечёт, придётся и Америке там напрячься, тратить деньги, и меньше уйдёт в Украину. Вот цель вот в этом. А Китай, согласованы ли действия Казахстана с Китаем? Тут задают наши зрители такие вопросы. И согласовывает ли Такаев какие-то свои намерения именно с Пекином в отношении России? Главное, мы его в Казахстане называем Токаева мебелью, потому что его куда поставишь, там и стоит. А сейчас мы его называем табуреткой Путина. Вот Китай, если уж и как-то влияет, то через Путина доминирующая политика именно российская. Вот если посмотреть, у нас информационное пространство российское. Значительная часть, минимум 20% людей, этнические русские. И разные оценки говорят, что они в большей степени поддерживают Путина. Ну не говоря о том, что у нас общее было государство. Поэтому, если говорить, а кто влияет, влияет именно Россия и Путин. Потому что наши граждане не очень-то сильно боятся, что вдруг мы потеряем независимость и, скажем, вернется статус, который был при Союзе. Но Китай точно никто не готов принимать. Поэтому если уж какое-то согласование идут, то идут в рамках политики взаимодействия Путина с Китаем. Только так. Это вторично всё Китай. Если говорить вообще о базе, о регионе Восток, Ближний Восток, Центральная Азия, Дальний Восток, понятно, что всё это разные культуры, разные среды, разное общество. И когда мы говорим вообще о попытках российского взаимодействия с азиатским регионом, ну скажем, Иран отличается от Китая. Хотя, например, Туркменистан граничит с Ираном, а Казахстан с Китаем. Ну и вот кажется, что это не так далеко друг от друга, хотя там, конечно, другие расстояния, не как в Европе. Тем не менее, насколько в России понимают Азию? Насколько российские политехнологи, политики умеют работать с этим регионом в целом? Ну, знаете, там расстояние именно в странах Центральной Азии, Туркмени или Казахстан, кто ближе к Китаю или дальше, или к Ирану, не имеет никакого значения. Это бывшее единое постсоветское пространство. Во-первых. Во-вторых, они все идентичные. Там главари под званиями должности президента, узурпируют власть, и в большей степени, в большей или меньшей степени, скажем, народ ещё политически не подготовлен. Для жизни в другом политическом строе, имеется в виду демократическом. В Туркмении это аналог Северной Кореи. Аналог Северной Кореи — это центрально-азиатское государство, практически как всё, как в Северной Корее, где там всё запрещено. У них там председатель Сената Беду Мухаммедов, который до этого был типа президентом, сейчас его сын. Это семейное государство с абсолютно рабским народом. И, если говорить экономически, гигантские экономические возможности при нищем народе. И приблизительно так же во всех центральных азиатских государствах наиболее богатый, конечно, Казахстан. По валовому доходу на душу населения, она где-то рядом с Россией сопоставима. Чуть более 13 тысяч долларов на человека. А соседние страны, они там, скажем так, совсем нищие. Если сложить весь ВВП этих стран, четырёх государств центрально-азиатских, на душу населения, это будет полтора раза меньше, чем Казахстан. То есть это бедное население, идентичные системы управления. И в этом смысле, скажем, Путин и его помощники понимают, как работать не с населением, а работать с этими авторитарными лидерами, так называемыми. Они и их просто покупают, дают какие-то гарантии безопасности, потому что эти лидеры этих стран прекрасно понимают, если начнутся демократические реформы, они будут сметены. А что такое демократические реформы? Это политическая модель Запада. Поэтому это схожие политические системы, которые прижимаются к Путину. И, конечно, их будущее зависит от устойчивости режима Путина. Если режим Путина свалится, то через какое-то время придёт большая волна, поэтапно начнут падать эти режимы, в том числе и в центральные азиатские государства. Поэтому управлять ими, влиять и воздействовать Путину очень легко. Очень легко. Там общие трубопроводные системы, например, газопровод, Туркмения, Россия и так далее. Через Казахстан и Узбекистан идёт. Там до сих пор идут довольно значительные, большая часть товарообмена. Нефть и так далее. Поэтому, знаете, зависимость, она осталась с периода Советского Союза. Прежнее, ну, взять Казахстан. В Казахстан вроде как бы выглядит всё хорошо, но 85% экспорта и импорта идёт по территории России. Не менее 80% экспорта нефти, это так называемый Каспийский трубопроводный консорсум, из Казахстана идёт по территории России и далее через Новороссийский экспорт на внешние рынки. То есть зависимость от России именно инфраструктурно очень высокая. Газ, который добывается в Казахстане, его некуда поставлять, кроме как через Россию на экспорт. Ну, Россия, собственно, по низким ценам скупает и дальше гоняла всегда на экспорт. Поэтому вот на ваш вопрос, понимают ли? Да, они очень хорошо понимают центрально-азиатские государства. Теперь, если мы вернёмся к другим государствам, ну, типа Ирана, тоже легко. Там же народ ничего не решает, решает духовный лидер Хамени. У них враг — это Америка, и тоже по структуре такая же авторитарная диктаторская страна. Диктаторы всегда легко с друг другом договариваются. Сейчас же не случайно вот этот союз, что кто туда входит? Китай, Иран, все страны центрально-азиатские государства, входит туда Беларусь, Россия, ну, и там вот сейчас вроде Индия, Бразилия и так далее. Все страны с определённым типом управления, с определёнными наклонностями диктаторскими. А то, что происходит в России, то, что происходит в регионах России, ну, в регионах, но в регионах, которые выходят за понимание регионов, я имею в виду, конечно, Рамзана Кадырова, и его риторику, в частности, объявление о кровной мести, Сулейману Керимову, с одной стороны, можно посмотреть на это как на некий локальный такой элемент, с другой стороны, это что-то новое даже в российской действительности, в российской политике. Как в Азии, учитывая, опять же, скажем так, свои представления об этих традициях, как относится к Рамзану Кадырову и ко всем вот подобным происходящим процессам в России? Вот для меня, и я думаю, что для тех, кто понимает и жил в бывшем Советском Союзе и постсоветско-послесоветском Союзе, вот ничего странного в том, что существует такого типа образования в виде Чечни, как и Рамзан Кадыров, или вот нынешний конфликт, так называемый, локальный, который вы назвали, для меня ничего удивительного нет. Я вам просто приведу пример зоны. Это знаете, как... Я же сидел в нескольких зонах, в нескольких тюрмах, когда меня посадили за мою политическую деятельность. Так вот, есть красная зона, есть чёрная зона. Я вот характерный пример скажу. Красная зона, когда все порядки в руках администрации, когда не воровской мир устраивает, так называемые по понятиям, свои правила проживания в зоне, а именно администрация. Это вот слепок той политической системы, которая есть в авторитарной стране. Вот у начальника зоны есть всегда какие-то так называемые контролёры с погонами, беспредельщики. Они могут прийти просто поломать руки, ноги, сбить, вести себя как сумасшедшие. Им за это ничего. Как мне начальник зоны по этому поводу говорил, ну что, разве я не знаю, что он беспредельщик? Знаю, но я же держу за счёт него в страхе зону. Но ему там, конечно, с ним, у него может быть конфликт другого такого же, который контролирует другую часть зоны по каким-то другим параметрам. И поэтому он сидит сверху и балансирует, и таким образом идёт управление зоной. Теперь, если мы вернёмся к России, Кадыров — он никто. Он просто назначен выполнять эту функцию. Всегда в авторитарной системе формируется человек, который выполняет роль палача. Вот если взять период сталинский, это был Берия, был Авакумов, Ежов и так далее. Они выполняли какую-то свою функцию, и потом их Сталин устранял. Вот, собственно, и у главы Чечни это роль такой пугалки. Ему дали возможность это делать в рамках самой Чечни, и там создали ему определённый уровень автономии. И чуть-чуть он сразу выскакивает, запугивает всех. И в любой точке России, если кто-то обидел Рамзана Кадырова, он приносит глубочайшие извинения перед ним. Таким образом, как бы тем, кто думает, что они могут быть свободными, люди типа Рамзана Кадырова показывают, что ничего подобного, мы можем тебя не по законам Российской Федерации, а по понятиям нашим закатать тебя в асфальт куда угодно. Ну и потом, вот то, что конфликт между Керимом и Рамзаном Кадыровым, это опять же тоже в правилах, в модели вот такого поведения. Когда два клана, он позволяет между собой ругаться, границы, чтобы... границы, вот когда они между собой могут толкаться, устанавливает Путин, он там между ними арбитр. Это всегда так было во всех авторитарных системах. Абсолютно любую, иранскую, иракскую, там, филиппинскую, любую модель возьмешь, у них везде одинаково. Просто мы больше знаем нашу систему, но правила поведения у них всех одинаковые, абсолютно. Поэтому это не локальный конфликт, это жизнь такой авторитарной системы, модель управления страной. Вот и все. А бизнес, вот эта история с Валдбери, с маркетплейсом, который сейчас делят, с одной стороны Керимов, с другой стороны Кадыров, там есть еще Владислав Бокальчук, Татьяна Ким, бывшая Бокальчук. Вообще вся эта история, которая получила развитие вокруг бизнес-проекта. И там уже политические различные элементы включились, и даже такие по понятиям там тоже работают. Вообще что-то есть удивительное именно в бизнесе? Нет, абсолютно нет. Потому что, опять же, взять, когда царские князья между собой бились, или бояре между собой бились, им позволялось там что-то делать, между собой побились, подрались, от этого центральная власть только становится сильнее. Они заняты не тем, что свое, скажем, недовольство и против центральной власти. Они между собой разбираются, ослабляют друг друга, и царь над ними стоит, и контролирует, чтобы, ну, не до смерти, что называется. Поэтому корыть — это одно его, путиновское под названием «Россия». А там где-то внутри в корыте болтается, всё равно, что слева, справа — всё его. Потому что он захочет лево уберёт, захочет право, а богатство у них отберёт, если нужно, и передаст своим придворным другому, третьему, четвёртому. Поэтому это всё вот всегда было во всех авторитарных системах. Царское самодержавие, князья, когда были там, всегда так было. Ничего удивительного нет. Это правила игры. Независимо от того, это российское самодержавие или там немецкое, если посмотреть, всё одинаково, всё крутится вокруг царя. И он позволяет снизу, слева, справа, скажем, им отвоёвывать между собой какие-то территории и контролирует. Одинаково абсолютно. Ничего удивительного. У предпринимателя в данной ситуации есть возможность выйти с наименьшими потерями или вообще без потери. Я задаю этот вопрос вам, как человеку, который в какой-то момент пошёл против системы. Тюрьма, эмиграция, похищение близких родственников. Ну, в общем, у вас достаточно богатая в этом смысле биография. Хотя есть и те, кто утверждает, например, Максим Кац у нас был в эфире, говорит, что вы вывели активы, сделали это незаконно, ну и так далее, и тому подобное. Вот ваша история взаимоотношения человека, бизнеса с властью. Хотя вы тоже были в системе власти некоторое время, потом из неё вышли. Вот я специально всё это описал, такую неоднозначность восприятия, скажем так. Вы можете это прокомментировать? Неоднозначность восприятия, в мой случае, может быть, только у тех, кто не владеет ситуацией. Где-то верхние корешки, там кусочки увидел, не вникал, как Максим Кац. Когда вот, если говорить о журналистах, а не пропагандистах, что делают журналисты? Они внимательно изучают ту сторону, которую обвиняют, и внимательно ту сторону, которая атакует и которая защищается. Две стороны и факты складывают. А когда Максим Кац, я, к сожалению, прям глубоко не смотрел его репортаж по российским банкирам, я только вот минуту, он там буквально одну минуту сказал про меня, я послушал, посмеялся, и потом второй раз я увидел, он у вас здесь выступал, с вами был диалог, когда он сказал, а вот Аблязова, а вы сказали, но он у нас выступал, а вот его послушайте, а вот было бы интересно. И что-то такое в этом ключе, что я увёл и тому подобное. Знаете, если Максим Кац сказал, что на него выходили эти люди российские, он им не дал площадку, и там гневно какую-то отповедь дал. Это поведение, скажем, не объективного аналитика. Я буду говорить, стараться максимально корректно, потому что человек, если хочет объективно, он должен две стороны. Послушать внимательно и самому ещё факт изучить. Он это отрицает, отказывает, говорит, нет, не у меня. То есть таким образом он показывает свою субъективность. Субъективность бывает по разным причинам. Первое, если он агент Федеральной службы безопасности, почему я говорю, что агент, потому что немало есть людей, которые вброшены в Европу и сталкивают различные группы, которые, ну, считаются оппозицией или противниками режима Путина. А с учётом того, что фактически он атакует фонд Навального, говорит, что они получали деньги от этих людей, он выполняет задачу, дискредитирует ту группу, которая является, я сам лично не могу так считать, но я говорю, считается, что они противниками Путина. Тогда тут возникает вопрос. Скорее всего, он агент ФСБ. Второе, бывает, как их называют, полезными идиотами. Полезные идиоты это когда, например, западноизвестные писатели приезжали в сталинский период и стояли на трибуне в Кремле, когда люди шли и кричали «Да здравствуй, Сталина», они говорили «Советский Союз это вообще круто, это лучше, чем на Западе». Это были полезные идиоты. Ну вот, я слышал его комментарии, когда он говорил, что «А кому ещё? Неужели российскому правосудию надо верить? Им нельзя. Вот английское, кто скажет, что они берут взятки?» Вот. Это бывают наивные идиоты, вот, к сожалению. Поэтому мне его трудно классифицировать, и какой он на самом деле человек, искренний или готов разобраться, это очень просто делать. Вот площадка, если вы предоставите, если он изъявит готовность, скажем, обменяться мнениями, очень корректно, с фактами и так далее, я лично готов. Без проблем. То есть вы готовы с ним подискутировать на нашей площадке? Да, без проблем. Мы ему предложим это. Да, вы ему предложите, открыто. Вот. Ну и вы задали вопрос по поводу предпринимателей в России, как они будут выживать. Тут, если так, предприниматель может выжить, просто просчитать, кто сильнее, Кадыров или Сулейман Керимов, вот, и как-то правильно прислониться и выжить. Но это не значит, что у него бизнес останется. То есть в этой войне, как правило, все издержки этой войны, значительную часть повесит на того, кому прислонился, и у него отберут значительную часть доли. И будет он менеджером в лучшем случае на уровне 10, может быть, 20 процентов номинально. А в реальности это будет просто сотрудник, который будет щелкать каблуками и, скажем, творческие элементы, которые позволили сформировать этот бизнес, они пропадут. Это будет раб. Раб человек, который дал ему крышу. Это вот как у бандитов быть, вместе с ними работать, получать какое-то вознаграждение, но ты в любой момент ты знаешь, что у тебя все отберут, еще тебя убьют. А другой вопрос, что ты выбираешь путь, понимаешь, что это система, и ты жертвуешь всем и борешься с системой, как это сделал я, и теряешь все. Я потерял абсолютно все, тотально, все, что у меня было. Но тот же самый Максим Кац, он берет какую-то часть, кусочек какого-то периода и делает выводы. Моя жизнь, она очень последовательная. С 2001 года, если даже отсчет с этого момента брать, а отсчет, безусловно, существует раньше, потому что человек не бывает, утром проснулся, все, я буду против бороться с системой. Это идет рост человека, осознание, смена сознания. В конце концов, даже если у него было другое сознание, но принятие решений бороться с этой системой тоже занимает время. Так вот, моя жизнь, она очень последовательна. С 2001 года я ни на шаг не отступал, непрерывная борьба, и, собственно, я сейчас живу в Париже без документов, без ничего, с массовым нападением, с попыток убийств. Здесь куча людей арестовали, киллеров и так далее. И если Максим Кац хочет поговорить, почему мою семью украли в Италии, и что там распадалось правительство в Италии, что Европа оказала давление, не вернулись. Что происходит вообще? Как я вообще в этой борьбе участвовал, создавал политические партии? Может быть, эти банкиры тоже такие партии создавали? В тюрьмах сидели? Может быть, их несколько раз международные, самые известные правозащитные организации называли узниками, совести и так далее. Может быть, они прошли пытки, может быть, их травили? В этом смысле я отчетливо понимаю, что моя жизнь уникальна, что таких примеров, наверное, в мире и нет на самом деле. Это я отчетливо, не потому что я что-то хочу выпить из себя и похвастаться, я просто говорю реальность. Такие примеры нету, может, к счастью, что нету. Я вот выжил в этой системе, правда, без ничего, но продолжаю борьбу и могу, наши представители, кто живет в Казахстане, могут сказать, что наши политические организации наводят ужас на режим. Понимаете? И поэтому все эти слова о том, что ты куда-то вывел деньги, это или наивный идиот, или полезный идиот, или агент ФСБ, или просто, извините, дурак. Нормальный, объективный человек, что он делает? Смотрит, изучает документы, изучает что-то еще, выходит на связь, берет интервью, в конце концов. Я их дал, этих интервью, тысячи. И западным агентствам, и российским журналистам, все это есть. Поэтому все эти утверждения, они, конечно, очень вызывают такое иронию и недоумение. Ну, вообще, история ФБК, Максим Кац, Невзлин, Ходорковский, вы следите за тем, что происходит? Я всю эту историю знаю. Дело вот в чем. Если говорить о ФБК, и вот Ходорковский, Невзлин, да, конечно, я их всех знаю. Дело вот в чем. Я думаю, что вот сейчас тот самый момент, когда нужно четко обозначать, ради чего все это они делают. ФБК, или группа Ходорковского, или тот же Максим Кац. Сейчас, если все понимают, что угроза всему миру, даже отключиться от мира, скажем, так называемая российская оппозиция, они понимают, что именно Путин придавил любую политическую мысль, узурпировал власть. Если это всех должно, ну, такая простая вещь должна всех объединять, мне кажется. Пусть даже они существуют в виде различных организаций, речь идет не об объединении. Идет об объединении коллективных усилий, чтобы Путин ушел. Он был свергнут, если быть точным. Он не уйдет никогда. Он был свергнут. Если это главная цель, то тогда в действии как ФБК, так и группы Ходорковского, Невзлина и Максима Кацца, они становятся как бы, ну, скажем так, относительно синхронизированы. И ни одна из сторон не начинает, что называется, мочить друг друга. Что мы на самом деле видим? На самом деле мы видим, что ФБК нападает на Ходорковского. Представитель сам Ходорковский, я не могу сказать, что нападает, но тем не менее, там критические высказывания в адресе ФБК, кстати говоря, вполне обоснованно, я считаю, Ходорковский говорит. Ну, что он правильно говорит, а ради чего все это? Ради чего? А тут, получается, вот это все, что происходит сейчас, ослабляет доверие к тем людям, к оппозиции, как одной стороне ФБК, так и группе Ходорковской, так и Максиму Каццу, потому что, ну, получается, они как пауки в банке между друг другом кусают, вместо того, чтобы кусать объединенными силами Путина. Вот этого главного нет. Если это не происходит, то начинаешь анализировать, почему это происходит. Возьмем Максима Кацца. Он же считается, что он ненавидит Путина. Он хочет, чтобы этот режим исчез. Но при этом он прилагает усилия такого рода, которые дискредитируют, по его пониманию, в моем понимании дискредитируют, дискредитируют типа ФБК. ФБК, в свою очередь, нападает на Невзлина и Ходорковского, пытаясь их выставить негативно в свете. Получается, что они тогда не выполняют главную цель. И тут сразу, если его всё это развернуть, я могу сказать, что ФБК никогда такую цель не выполняло. Никогда. А если говорить о группе Ходорковского, я их не воспринимаю как оппозицию. Я просто скажу так, сформулирую очень просто. Это классическая вещь, что такое вообще понимание, что такое оппозиция. Оппозиция — это объединение людей, организация, целью которой является прийти к власти, чтобы реализовать свои программы. Программы политических и экономических реформ. Прийти к власти. В случае, в России, скажем, если бы там были возможности реальные выборы и так далее, прийти к власти, как во всём мире, в результате выборов. А что мы видим в России? Никаких выборов нет. Путин узурпил власть. Значит, речь идет о том, не просто прийти к власти, а к свержению существующего режима и таким образом прийти к власти. Это возможно только усилиями граждан России и политической организации, у которой есть платформа, которая объединяет людей к граждан России, которые живут как внутри России, так и за пределами России. Вот когда чёткая платформа, программа сформулирована, и она действительно имеет сторонников, эти сторонники формируют материальную базу и начинают организовывать сопротивление. И здесь ищутся союзники, союзники, в том числе и западные, но союзники. Но не так, чтобы Запад, скажем, свалил Путина, а потом на сблюдечке голубой каёмочки, что называется, дал им власть. Так не бывает. Так не будет никогда. Что мы видим в данном случае? Мы видим, что ни одна из указанных организаций, ни ФБК Навального, ни Ходорковский, Невзлени и так далее. Ну, Ходорковский, правда, говорит, что у Невзленина нет веры в будущее России, он больше ориентируется, что надо помогать Украине. И он вычеркнул, что называется, ту самую демократическую Россию и будущее. Он в неё не верит. Ну, хорошо, пусть будет так. Так вот, что делала ФБК? Вот, или Ходорковский? Ходорковский, он, безусловно, которые критикуют Путина, разоблачают режим, формируют негатив. Но этого недостаточно. Этого недостаточно, потому что, если внутри России не будет работы, не будет консолидации тех сил, которые готовы бороться с Путиным, они власть не возьмут. И никто им власть просто так не даст. В случае с ФБК, ну, я всё время говорю критически, и раньше говорил, это разрешённая была позиция, когда был жив Навальный. Почему разрешённая позиция? Потому что вот в авторитарных системах обычно сразу давят. Вот мы только в 2001 году создали Движение Демократических Выбор Казахстана. Через полгода ключевые люди оказались в тюрьмах. Организация была запрещена, нас преследовали и так далее. И мы в этих условиях больше 20 лет проводим борьбу с переменным успехом. И на выборы шли, и многотысячные митинги, и в 22 году власть пригласила Путина. военным путём расстреляли большое количество людей. Мы эту борьбу ведём. Это борьба за власть, за свержение режима. Мы создали политическую организацию, куда вовлекаем большое количество сторонников. Собираем ресурсы не на Западе, а внутри страны разными схемами. Ещё деньги не просто собрать, потому что перекрываются платежи. А что мы видим? В ПБК в условиях, когда жив был Навальный, им разрешали митинги. То есть Путин имитировал демократическую страну и Западу как бы посылал сигналы. Видите, мы на пути к демократии. Это позволило, скажем, замазывать глаза, формировать ожидания у Запада. И в это время его олигархи воровали миллиардами, покупали яхты на Западе, покупали недвижимость, инвестировали в западный бизнес. То есть таким образом фактически Запад смотрел сквозь пальцы, что за счёт этих ресурсов режим только укрепляется. Ну вы же помните митинги Навального в металлоискателе? Здравствуйте, пожалуйста, проходите, покричите здесь. Сколько у вас тут собралось? 200 тысяч? Посмотрели, понаблюдали. То есть он создал определённые индикаторы Путин, управляемые, регулируемые, а Навальный выполнял роль вот такого человека, которому разрешалось всё это делать. И затем, что мы слышали, когда Путин двигался, захватил Крым, Восток, что мы слышали, что говорил Навальный? Крым — это не бутерброд туда-сюда передавать. А когда он стал говорить реальность, он стал говорить, когда попал в тюрьму. Когда он вернулся и в 1922 году попал в тюрьму, он уже из тюрьмы начал говорить, что Крым принадлежит Украине. Что он дальше делал? Он говорил, поддерживал так называемые русские марши, сам в них участвовал. Под видом нелегальной миграции на самом деле это ксенофобская волна, которая сейчас фасфактически, я считаю, продукта, что напали на Украину под идеей, под эгидой русского мира денацификации. вот это двойственное подыгрывание, попытка находить нужный электорат привела к тому, что вот ситуация, в том числе с Крымом, нынешняя война, я считаю, часть вины на тех людей, которые играли оппозицию, играли, что они против. Что они делали? Они снимали всякие фильмы, да, это было полезно несколько фильмов снять, чтобы показать, что это коррупционный режим, чтобы со 40 миллионов России поняла, что это во главе страны стоят воры и коррупционеры. там эти бесконечные фильмы, любовницы главы ВТБ банка, охраны там, национальной гвардии, всё прочее. И сейчас ФБК продолжает все эти расследования делать, никому не нужные, потому что нужно валить этот режим, а не показывать коррупцию, как вся Россия знает, что Россия коррупционная. Ради чего это делается? То есть это не политическая борьба, это не оппозиция, потому что оппозиция должна бороться за власть, а не просто разоблачать. Ни ФБК, ни группа Ходорковского не ставят задачу по свержению режима. Мы слышим даже выступление, вот в Вильнюсе я видел, там Каспаров был, вёл всё это. Они мечтают только о том, чтобы теперь руками Украины победить Россию, и потом уже будет демократическая Россия. Не будет, потому что экспорта, экспорта революции не будет. Они должны изнутри всё это организовывать. Ни та, ни другая сторона не делать. Именно поэтому все эти склоки и происходят. Потому что нет у них ни цели, ничего, друг друга просто мочат, и поэтому это не оппозиция. Понимаете? Ну и в завершении тут много, конечно, вопросов про Алексея Арестовича. Это фигура, которую там многие, скажем так, переоценивают, многие недооценивают. Небезразлично к нему очень многие относятся. На ваш взгляд, вот сегодня, если говорить об Арестовиче, что можно о нём сказать? И о его позиции? Может быть, он видит дальше, чем многие другие, и поэтому воспринимается его риторика так негативно? Или наоборот, он просто играет с какими-то чувствами, эмоциями и переоценивать его заявление тоже не следует. Для вас. Вот у нас буквально три минуты осталось, поэтому попрошу вас так сжато. Да, смотрите, я могу так сказать. Постсоветское пространство, ну кроме и балтийских государств, они в политическом смысле не очень сильно подкованные, и вот такие люди, как Арестович, они выходят и начинают джонглировать темильными фактами. Ну это просто люди, скажем, которые сами не разбираются ни в политике, нет у них определенных знаний, ни экономических, ни политических. Ну здесь получается, я в роли яростного критика выступил по моим фразам. Я его обосновил. Вот, например, я вот приводил известный пример, когда он говорил, что он собирается баллотироваться в президенты, он говорил, я установлю ставку в гривны в 7 годовых. У него спросили, а есть ли у вас консультанты-экономисты? Конечно, есть. Ни одного экономиста невозможно в Украине найти, который скажет, что ставку можно фиксировать в 7% в годовых кредит установить. Это формируется рыночным путем. Это вы уж показываете, что человек абсолютно далек от экономики, не говоря о том, что у него нет никаких консультантов. Я вот слышу его рассуждение о том, что надо договориться с Зеленскому, с Путиным, остановить войну в пределах существующей территории. Это вообще фантазия, которая звучит с разных утюгов. Это нереально. Мы же видим, что Путин продолжает давление, и у него сейчас позиция не такова, чтобы он с кем-то договаривался. Я слышу еще всякие слова по поводу того, что некий тюркский мир, вот речь идет, шла о Центральной Азии, что Туран, Великий Туран, что Турция якобы там заправляет. Это бред, извини, бред собачий. У Турции баловой доход на душу населения порядка 12 тысяч, чтобы вы знали, в Казахстане больше 13. То есть Казахстан даже богаче, чем Турция. Население в Турции больше 80 миллионов, вся Центральная Азия приблизительно около 80 миллионов и будет. Поэтому, если турецкое влияние есть, оно минимальное, никакого Турана там не может быть. Какой может быть Туран? Вот смотрите, мне просто удивительно, что его люди слушают. Он все время приводит пример Азербайджан. На минуточку. Первый вице-президент Азербайджана жена. Жена Ильха Малиева. Ну и таких примеров, наверное, много, множество можно приводить. А получше всего по Украине. Когда он говорит, что почему-то Путин пойдет на переговоры. А зачем? Он говорит, что я как разведчик, психолог, хорошо такого типа людей знаю. Откуда он его знает? У него, ну видно же, у него вообще никаких знаний нет. Он жинглирует всеми этими фактами и выглядит очень смешно. Любые специалисты в экономике, по политике, когда он говорит, некий Туран, Турция там двигается, что пять государств, члены Совета Безопасности, якобы поставили условия Украины, что нужно остановиться на существующей границе, тоже смешно. Конституции России, уже Херсонская, Запорожская и весь Восток Украины, они уже вбиты как территории. И Путин не собирается никуда, ни с кем договариваться. Он будет договариваться только тогда, когда его раздолбают серьезным образом. Это тоже очевидная вещь. Он в прошлом году все эти слова произносил, что нужно идти на переговоры. Путин не собирается. Это очевидно. Понимаете? А если говорить другую часть, я могу только где согласиться. Ну а 30 секунд, 30 секунд буквально остается. Да, в Украине нужны политические реформы. Политические реформы, потому что сейчас как военные положения, фактически вся мысль, все кадры, они ушли под вертикаль. И в условиях именно войны нужно реформировать политическую систему, проводить выборы, чтобы лучшие кадры пришли на все уровни власти. А в Украине сейчас известно, коррупция разъедает в условиях войны страну. Вот с этим я, наверное, только соглашусь. Во всем остальном, извините, это полный дилетант. Я могу просто раскладывать его мысль каждую, но просто времени мало. Спасибо вам большое. Мухтар Аблязов, предприниматель, политик, был с нами сегодня на прямой связи. Благодарим вас и до следующего раза. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Мы продолжаем наш стрим.